Обзор новостей из Израиля. С вами в студии Тамара Нерсисян. В сегодняшнем выпуске. Армия обороны Израиля готовится к отражению морских атак исламского государства. Израиль близок к включению в программу безвизового въезда в США. Иерусалимский снимок Жан-Клода Ван Дамма вызвал войну в Фейсбуке. В акватории Красного моря завершились маневры Цахаль, в ходе которых отрабатывались приемы отражения атак морских командос исламского государства, в том числе действия при захвате боевиками исламского государства заложников на гражданских судах. Как говорится в сообщении радиостанции Колес-Раэль, израильские военнослужащие готовились также к отражению ракетной атаки Эйлата с территории Египта, с учетом того, что Синайский полуостров в последние годы стал одной из основных баз радикальных исламистов на Ближнем Востоке. В корреспонденции на данную тему уточняется, что в учениях принимали участие команды кораблей различных типов, в том числе ракетоносцы, а также бойцы морского спецназа. В маневрах также были задействованы полицейские пограничные охраны, сотрудники поисково-спасательных служб и медики Маген Давид Адом. Представитель Цахаля подчеркнул, что учения подобного рода проводились и раньше, однако в менее значительных масштабах. Инспекторное дело регистрации населения МВД совместно с полицией провели проверку документов сотрудников мясокомбинатов промышленной зоны Афулы и обнаружили, что 32 человека работают на территории Израиля незаконно. Восемь задержанных – это граждане Грузии, остальные приехали из Украины. Все они прибыли в Израиль в качестве туристов через агентство по трудоустройству, которое, нарушая закон, подобрало им рабочие места. Нелегалы будут депортированы из Израиля после допросов, в ходе которых будут выясняться подробности мошеннической деятельности их посредников по трудоустройству. По данным Государственного департамента США, доля отказов на запросы граждан Израиля на получение въездной визы сократилась с 8,2% в 2014 году до 3,8% в 2015. Высокий процент отказов был одной из основных причин, по которым Израиль не включался в программу безвизового режима. Основной причиной отказов являлись опасения по поводу нелегальной работы израильтян на территории США. По условиям программы, доля отказов получения визы не должна превышать 3% от общего количества обращений. На текущий момент в нее включены 38 стран, при том, что для некоторых стран были сделаны исключения, несмотря на то, что доля отказов в них незначительно превышала пороговый показатель. В то же время власти США выдвигают к Израилю еще два требования – введение биометрических паспортов и отказ от дискриминации палестинских арабов с гражданством США при въезде в Израиль. Оператор федеральной горячей линии, организованной МВД Бельгии по следам теракта в Брюсселе, сообщил одному из абонентов, что государства Израиль в природе нет, а эта территория называется Палестина. В рамках этой беседы, которая велась на фламандском языке, абонент, представившийся волонтером еврейского комитета от Вертпина, говорил от имени двух человек, которые пострадали во время терактов. Эти люди хотят, чтобы их доставили на лечение в Израиль, и спрашивают, какие бюрократические процедуры для этого предусмотрены. В ответ на запрос оператор, назвавшийся Захарией, предложил пострадавшим лететь в Палестину, потому что именно так, по его мнению, должно называться еврейское государство. Главный редактор издания «Джудс Актуэль» Михаил Фрейлих назвал немыслимым тот факт, что государственный служащий в Бельгии демонстрирует антиизраильские стереотипы поведения, распространенные в арабских странах, и призвал не ограничиваться стандартными извинениями, а наказать антисемита. Председатель кризисного центра при МВД Бельгии выразил глубокую озабоченность в связи с этим частным случаем и обещал принять необходимые меры. Иерусалимский мировой суд вынес мягкий приговор жителю Иерусалима, пытавшемуся в декабре продать свою трехмесячную дочь за 100 тысяч шекелей. Мужчина, обвиненный прокуратурой в рабу торговли, приговорен к шестим месяцам общественных работ и 7 тысяч шекелей штрафа. В конце декабря 2015 года полиция арестовала 30-летнего жителя Иерусалима после того, как он подписал договор о продаже дочери с агентом полиции и получил денежный задаток в 5 тысяч шекелей. Передать ребенка покупателю подозреваемый обещал после выплаты полной суммы сделки. Его арест был продлен на неделю, ребенка изъяли социальные службы. Адвокат обвиняемого с самого начала настаивали, что он не собирался продавать дочь, а лишь запутался в долгах, попал в безвыходное положение и хотел надуть потенциальных покупателей. Поэтому инкриминировать ему можно всего лишь попытку мошенничества. Решающим аргументом защиты стал тот факт, что отец не отдал своего ребенка покупателю после получения аванса в 5 тысяч шекелей. Прошлое подсудимого подкрепляло версию адвокатов. Мужчина уже имел судимость за мошенничество. Суд в итоге склонился к версии защиты. Маленькая война между противниками и сторонниками Израиля разыгралась в фейсбук на странице известного американского актера фламандского происхождения Жан-Клода Ван Дамма. Мастер боевых искусств из Голливуда гостит сейчас в Израиле. И в фейсбуке он выставил свою фотографию на фоне стен иерусалимского старого города с надписью «Шалом из Иерусалима, Израиль». В считанные минуты на сайт хлынули ненавистники Израиля из арабских стран, которые возмущенно указали артисту, что не существует никакого Израиля, а Иерусалим находится в оккупированной Палестине. Ты должен сказать «Салям из Палестины», получает Ван Дамма Ахмед Аль Ахмед. Со временем на страницу Ван Дамма подтянулись израильтяне, и началась продолжительная и бесплодная дискуссия о том, кто прав и виноват в израильско-палестинском конфликте, и чей Иерусалим. Звезда голливудских боевиков оказался не так силен духом, как телом, и отступил перед наездами пропалестинской публики. Очень скоро подпись под фотографией сменилась нейтральным «Hello from Jerusalem». Посетители уже не обращали на это внимания, и за 16 часов на иерусалимском посте Жан-Клода оставили тысячи комментариев и 128 тысяч лайков. Это были новости из Израиля. Оставайтесь с нами.